В Якутске на женщину с крыши упала глыба льда. Пострадавшая получила сотрясение мозга. Подробнее о происшествии и кто несет ответственность за внезапный ледопад, разбиралась Тарглана Захарова. Не успели в Якутске объявить трехмесячник по саночистке территории, в том числе и скидывание с крыш снега, как появились новости о первых пострадавших от летящих скровель глыб снега и льда. Римма Артемьева не подозревала, что безобидный поход в офис в центре города обернется травмой головы. Когда я выходила, буквально стояла 2-3 минуты, и на меня внезапно полетела глыба льда, упала мне на голову. Сотрясение головного мозга, гематома, ухудшение у меня зрения стало. Я еще должна пройти узких специалистов. Невольным свидетелем картины стала сотрудница одной из организаций, находящихся в здании, с которого упал лед. Вышли на крыльцо, я стояла спиной к двери. Римма стояла ко мне лицом, получается. Внезапно услышала, что что-то катится. Я успела отпрыгнуть, а она не успела, получается. Ну как, хотела убежать, развернулась спиной, и ей прямо вот сюда вот упала вот эта вот ледина, она упала лицом, получается, вот сугроб. По словам работников, до происшествия снег с крыши скидывали, но утверждать точно, с какой именно стороны, а здание состоит из нескольких частей, они не берутся. Слышали только шум, доносящийся сверху. Сегодня проверку ведет административная комиссия города. Встал вопрос, кому же принадлежит помещение, ведь именно он несет ответственность за своевременную уборку снега с крыши. При этом также они должны провести охранные мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов, а также транспортных средств. За нарушение указанных правил предусмотрена административная ответственность на физических лиц от 1 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей и на юридических лиц от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. К сожалению, это не первый случай заедет в весну, когда из-за халатности собственников страдают горожане. Неделями ранее в соцсетях распространилась информация о том, что глыба снега попала на машину, припаркованную рядом с японским домом Надзержинского. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, но лавина нанесла значительный вред автомобилю. Снег прогнул крышу и капот разбил лобовое стекло. Как отметила сама хозяйка машины в одном из интервью, если бы снег с такой же силой упал на человека, то последствия могли бы быть плачевными. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Гаврил Дячков, НВК Саха, Якутск.